Нейросети рулит. И хотя я фанат стейбл диффьюжн, сегодня расскажу про Get-AMG AI. Тем более, что это стейбл диффьюжн и есть только в урезанном виде. Это минус. Но запускается на серверных мощностях разработчиков — это плюс. Однако она платная — это еще один минус. На бесплатном тарифе вам дается сто изображений, на тарифе за 12 долларов в месяц уже три тысячи. Это что-то и в принципе может хватить, если вы хорошо понимаете нейросеть и делаете то, что вам нужно с 10-15 попыток. Разработчики попытались восстановить в юзер-френдли виде сборку стейбл диффьюжн от Automatic. Но понятно, что с крайне урезанным функционалом. Поэтому кроме генератора изображения тут есть AI-эдитер, в котором можно делать, что называется, постпродакшн. Про генератор расскажу в двух словах. За подробностями в курс по стейбл диффьюжн ссылка в описании. Выбрали модель, тут их больше тридцати, вбили промпт, мышь в сверкающей броне, если генерите в первый раз. Здесь соотношение сторон, количество изображений — пусть будет два, количество шагов — 25, guidance scale поменьше и так далее. Все, ждем, когда сгенерит. Великолепно. Где тут мышь, броня и сверкание. На самом деле генерит она нормально, просто нужно привыкать, как ко всякой нейросети. Но мы сюда зашли не за этим, а чтобы посмотреть на AI-эдитер, в котором заявлена продвинутая функция outpainting, то есть редактирование и дорисовка изображений, в том числе ваших собственных. Хотя и генерации здесь тоже есть, но всего на двух моделях — стейбл 1.5 и реалистик вижн. Реалистик вижн тут неплохой, а SD что-то сильно тупит. Так-то вообще это хорошая модель. Давайте попробуем сделать Скарлетт Йоханссон в стилистике Уэса Андерсона. Negative Prompt — здесь количество изображений и 512 на 512. Generate — ну, такое. Ладно, согласимся и все-таки посмотрим, что мы можем делать с outpainting. Сюда можно закинуть свое изображение. Давайте закинем. Вот так генерит stable diffusion, например. Ну так, к слову. Закинем Скарлетт Йоханссон и попробуем, неудобно, что нужно переключать. И попробуем дорисовать ей комнату. Если оставить в промпте Скарлетт Йоханссон, то с большой долей вероятности Скарлетт Йоханссон он нам и дорисует. Да, нарисовал. Нет, нас это не устраивает. Давайте попробуем Room. Просто Room в стилистике Андерсона. Кстати, вполне неплохо. И с первого раза. Эта полоса от экрана ее не будет. Ну раз так, давайте попробуем и в другую сторону раздвинуть. А вот в другую уже не получилось. Но если поиграться, еще раз поиграться, скорее всего, рано или поздно он ее дорисует. Кроме, собственно, раздвигания изображения в разные стороны, вы можете попробовать применить ластик. Скажем, заменить ей глаза. Увеличение Ctrl и колесико-мышь. Для этого надо закрасить глаза ластиком и написать, что нарисовать вместо. Браунайс, но с большой долей вероятности у него ничего не получится. Глаза обычно нейросетям даются нелегко. Да, не удаются совсем. Но опять же, если долго мучиться, может получиться и это. А вот какие-то объекты он в принципе может изменить. Дорисовать или убрать. Давайте попробуем дорисовать мыша. Ну да, с этими нейросетями обычно так и происходит. Ну тоже, если помочится, рано или поздно он нарисует то, что нужно и в нужном месте. Проблема только в том, что каждый ваш подход — это один кредит. То есть я, например, поигрался совсем немного, а 30 кредитов уже израсходовал. Кредит — это одно нажатие кнопки Generator. Ну в общем, вот так он у меня раздвинул стены, когда я игрался в спокойной обстановке. И вот так он мне дорисовал циферблат часов, когда я попросил его сделать это, используя ластик. Еще одна проблема, что сохраняя изображение, он сохраняет… Как же неудобно-то. Он сохраняет их оба и даже если вы поставите здесь увеличение, скажем, в восемь раз, этого все равно будет недостаточно. Он не апскейлит на самом деле, а просто очень сильно увеличивает изображение. Поэтому в эдитер имеет смысл работать все-таки с одним изображением и скачивая его, вы получаете достаточно большой файл. Но еще раз это не апскейл, а просто очень сильное увеличение. Тут есть еще забавные функции, но работают они пока что очень через раз. Поэтому на сегодня на этом все, а потом может быть сделаю продолжение. Мне кажется, что GetAmg AI — отличная возможность попробовать генератора изображений без танцев с бубнами. Если вам понравится, то дальше мой вам совет — Stable Diffusion. Ссылка на серию скринкастов в описании, там же ссылка на группу в Telegram, которую я создал около полутора месяцев назад и там уже около 900 человек. Все, любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо и помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Субтитры создавал DimaTorzok